Расскажите, пожалуйста, о вашей истории прохождения через Афганскую войну. Ну, в октябре 1983 года был призван на срочную службу. Попал, как говорится, в Таджикистан, пианческий пограничный отряд. В конце января я уже попал в мотом и невремой группу пианского отряда. Это ММГ-2 Талукан. Это город Тахорской провинции в Афганистане. У нас в отряде вообще было 5 мотгрупп. Самая дальняя как бы наша. Мы пограничные, почему стояли пограничники там. Часто было, началось, что обстрелы, нападения на пограничные наряды, то есть на нашей границе. Из-за того, чтобы предотвратить вот это все, были созданы мотгруппы в Афганистане, которые контролировали определенные участки, то есть прикрывая еще границу с той стороны. Первое, конечно, тяжеловато, все непонятно, куда попало. У нас не взвода были, а жили в землянках. Это называли застава, ну, как у погранвозка. Было где-то человек 12-15 тоже, вот, 4 дембеля, 10 дедов. Я один молодой прилетел. Тяжеловато, ну, неуставного взаимоотношения не было. Конечно, был запоминающий, когда попали под обстрел. Кто стреляет, откуда стреляет, не поймешь. Впереди валун, я за него, как бы, за камень этот спрятался, потянул на себя, и получилось на каску этот валун, ну, камень, вот, придавил, я еле вытащил голову. Самому приходилось носить там, как говорится, вещмешок и боеприпасы, и все. Плюс собака. Собака, хоть она и тяжеловата, и продукты надо было, и воду. Зато у нее слух более был развит. Было такое, что она, как говорится, услышала, унюхала, вот, там и впереди были духи, когда... То есть в Афганистан вы попали в качестве срочника? Срочной службы. Вы пробыли там полгода, да? Да. И где-то в июле я вначале улетел уже поступать в училище военное. Ну, было такое, что приходилось и возвращаться в отряд. Хочу поздравить всех, не только уссуристов, не и остальных всех ребят, которые прошли Афганистан. Пожелать им главное – здоровья. Афганистан